Девушки отдыхают 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 Зачем мы сейчас об этом говорим? Да, барышня уже университет закончила. Можно как-то научиться себя сдерживать. Я предлагаю сделать футболку и на ней нарисовать павлини перья. Как будут связаны павлини с перьями? Пускай не перья, пускай все что угодно. Но вот с красивой распиской именно вот в этой части. И платье такое. Я вообще считаю, что платье не нужно делать. Я считаю, нужно. Девочки, поверьте, одевают с разными фигурами. Захочет она, у нее целлюлит будет на щеках болтаться. Она купит это платье и пойдет с нее. Платье это не то, что продастся легко. Все, для тебя, я не знаю, что для себя моды делать. Но ты для меня тоже, как бы, не знаю. Точно надо делать трансформер. Простую вот такую базу, плащевую какую-то, даже на кнопках. Давайте сделаем это круто. Мы можем сделать просто полосу, которая будет превращаться в капюшон. Вот так вот отстегиваться. Конечно, Артур, давайте же, говорите. Факт замачивания у силикон. Посмотрите, вещи просто не принты. Ром, я даже словницко пока-то говорил. Посмотрите именно на фасон вещей. Позал. Тоня, если ты еще раз откроешь рот, и я тебе разобью на голове этот лист бумаги. Пожалуйста, друзья. Это лист бумаги. Две последние песни Светланы. Она во всех книгах использует слово «мама». И у меня есть предложение использовать слоган «мама гудбай». Мне кажется, что малолетки 15-летние... Так она, х**, она. Это самая покупательская аудитория, которая может зарабатывать себе. Я тебя прошу. 15-летние девочки как раз и раскупали все две коллекции предыдущей лободы. Это они ходили в майках, но в силикон. Да, потому что там была провокация. А со словом «мама» подросток не будет. «Мама гудбай» — это крутая провокация. Все дети противостоят своим родителям в период своего воззревания. Я вас прошу. Ребята, давайте наш прикол будет «лободан сенсор». Она по-английски пишет тебя, поэтому, может, по-английски сенсор хорошо будет. Вы можете хотя бы секунду услышать меня? Мне нравилось это слово, как ты. Обрати на меня внимание, я еще тут есть. Мне очень понравилось это слово, кстати, «еды, воды и лободы». А пока мне, Артур, несет бред, пойдите, короче, я буду сам делать. Опа. Артур, ну послушай. Нет. Послушайте, вообще-то я тоже буду делать сам. Ну, черт побери. Давайте признаем, что мы все просто офигенные люди и работаем вместе, нам весело и хорошо. Этим ты соврешь и себе, и всем. И что? Зато у нас тут результат. Ладно, давайте подумаем насчет третьей вещи. Может, какие-то спортивки, тренинги. Вот как эти, только из другой ткани. А как мы его будем брендировать? Саму коллекцию назвать? Да. Давайте начало назовем, как у нее выходит альбом. Да, но английскими буквами. А давайте заменим первую букву на «К». Качало. Это имеет смысл? Начало новой коллекции? Я хочу, чтобы он красиво нарисовал. Типа того, да. Блин, пацаны, фотографируешь, и снимаешь, и рисуешь. Ну, вообще. Смотри, не отпусти свой шанс, крошка. Несмотря на творческие противоречия, Лабутим возвращается к командной работе. Я шучу, потому что я, кстати, даже подготовился. Ты пришел. Ты вернулся. Я решил уже уйти, потому что так обращу на себя внимание. Но толку не получилось от этого никакого. Не уденьте никакого это такое. Никто не слышит. Тысяча чертей. Где же ты шляп, че щенок? Он ведет у себя шляпу, пытается пародировать боярскую, и несет кучу ереса. Тысяча чертей. О, Боже, это же человек-театр. Мы будем делать сколько лука? 85? Три. Каждый будет делать в этот раз опять свой? Нет, мы делаем общий продукт. Но я, между прочим, потом скажу, что никто из вас не прислушался ни к одной идее Артура. Так, я приступаю к рисунку. Лейба, которую мы будем делать. В кубизме можно реально классные цвета чистые сделать. И можно лицо вот это расчленить реально на квадрат. Лицо обязательно, Тони, надо в любой программе кого-то расчленить. Нет, я... Давайте расчлениваем лицо. Вы поняли, чтобы ты музыкантов не расчлениваешься. Так, и отдельно мы пускаем изо рта... Ленту? Ленту. Зачем изо рта пускать что-то? Мне кажется, что интереснее будет, если мы в рот что-то будем пускать, а не изо рта в рот. Метр этикетки на каждую шмотку. Капитан Огонька Олег Вигерия организовал встречу команды с фэшн-дизайнером. У нас есть, первое, футболка и спортивные штаны, такие как треники. Во втором варианте у нас будет девочка в майке, да. И смотрите, вот майка не штаны, да, какие-то свободные шопы на резинке, на сныле. И в третьем случае мы хотим сделать повседневное платье. Это просто гениально. Чушь собачья. На самом деле продаваемо, в принципе. Мы еще хотели делать наклейки для телефонов, да, вот на Самсунге, например. Я не знаю, как это возможно. Можно из остатка вот этого всего сделать чехлы. Сделать какие-то дизайнеры. Чехлы. Посмотрите, просто в обработке, просто в покрое, да, платье, свитер. Фу, какие вязанутые. Если мы делаем это все трикотаж, да, это уже зона комфорта. Можно под него в стиле лабады яркий ремень сделать? По-базарному. Что значит по-базарному? Вы же смеете, что ли? Пояс, резинка по-базарному? Знаете, есть такие... Да. Эти люди не понимают. Они и долгие, и дилетанты. Вы модой интересуетесь? Интересуемся. Что вы плохо интересуетесь? Что вы говорите? Будем работать мы с Олегом, а все остальные отойдут. Проиграет и удачи. Может быть, мы поедем в магазин и посмотрим, что там есть. Может быть, там нам еще какие-то идеи придут. Мы делаем кортку со съемным капюшоном, платье, бутылку с принтом. Все, и едем на склад, конечно же. Ура! Склад! Помните этот? Боже, они сошли с ума. Итак, команда «Огонек» определилась. Под брендом «Лобода» они создадут трикотажную коллекцию меланжевых оттенков. Шорты и майка – женский домашний комплект. Футболка и треники – мужской домашний костюм. Женское повседневное платье. Команда «Лобутим» решила шить. Легкий плащ с отстегивающимся капюшоном. Платье-рубаху. Сувенирную футболку с портретом «Лобода». Алло, директор? Теперь командам предстоит подобрать ткань и фурнитуру, сшить, выгодно продать и оригинально презентовать модные коллекции Светлане Лободю. Это сейчас прямо здесь нарисуем. Ребятные эскизы. Ребята из команды «Огонек» так и не определились с окончательным видом изделий в коллекции, но уже отправились покупать ткань. Это руки. А это ноги. Тем временем в магазин тканей поехала команда «Лобутим». О, господи, смотри. Так, моя задача здесь торговаться. Торг не уместен. Артур будет петь. На здоровье, хоть кровь. Что они вдвоем, это вот все. Хочу заняться танцами. 95 гривен, Италия. Что, плохо? Мне кажется, что вы тут что-то недоработали насчет стоимости изделия. Мы можем взять хороших 5. А на остальные деньги купить мне дубленку. Мне надо купить дубленку. Ой, а я хочу тоже что-то. А я хочу. Тебе сделаем пиджак вот с такими хвостами из лиц. О, да, мне нравится. Я себе хотел. Типичный викинг. А реально? С этой тканью определились. Давайте к платью, может, перейдем. Ну, мне скучно было бы. Я бы в таком не ходила. А в рисунок-то, как раз вы не хотите вообще? Шорты сделать в рисунок, а майку серую. Давайте посмотрим. Прямо сейчас. Аркадий, посмотрите, пожалуйста, вот эту ткань. Очень интересно. Мне нравится тем, что она... Почему шоу называется «Алло, директор»? Можно было бы назвать шоу «Алло, сиськастая пи*** твоя м***ь». Платье-рубашка из шелков. Жан, твоя модель новая. Обратите внимание на фактуру, да. Жан, может, реально давай сходим еще куда-нибудь? Форментуру надо еще посмотреть. Попробуйте научить эту штуку. Ребята, посмотрите три картинки. Не под себя, а под Светлану. Вообще неприятно все-таки с улыбающейся и веселой Полиной, чем с вечной недовольной, со словесным поносом Таней Казак. Что не под себя, а под Светлану? У тебя должен быть человек, ты б***ь дизайнер. Она раз повторила, я не дизайнер, Таня, ну видно, что ты не дизайнер. Нет, не дизайнер. Ну так и все. Мне, честно говоря, это уже начало раздражать потихоньку. Тем временем Полина решила не заморачиваться со всеми над выбором ткани и занялась перепиской с друзьями. Б***ь, ты в команде. Какого хрена ты тупо разворачиваешься и уходишь? Когда нужно реально работать, Полины нет. Сейчас вот эти два додика начинают между собой взаимодействовать, чтобы потом сказать, а вот Полина, например, ничего не делает. Здравствуйте. Нам нужны кнопки вот такие. Можно обчерненые какие-то. Дадите мне скидку, если бы 200 штук возьмут. Не, ну конечно, там мелко оптовое. Боже, а то все торгуют. Ребята, давайте мы съездим сейчас еще к конструктору и посмотрим, у него еще есть какие-то свои ткани. Может быть, мы там что-то и выберем. Давай. Поехали. Почему мне не сделать его на платье? Это очень даже неплохо. Желтые по-любому нужно брать. Желтые есть. Синее платье труба. Боже, ну это синяя скучная ткань. Светлана по-любому скажет, что это. Я бы ее себе взяла. Просто надо придумать, как мы покажем, что тут. То есть должен быть яркий, красочный принт на вот эту ткань. Доказывается, что кому-то еще, я не считаю нужным. Тем более таким мартышкам, как Вигерия и Казак. Почему она нам рассказывает о том, какие мы хреновые, вместо того, чтобы признаться в том, что она, б***ь, конченная. Если мы не сможем сделать здесь принт, как мы его привяжем к лабаде? Первичком. Привет, Таня. Здравствуйте. Я вам подготовила два вида ткан. Покажите, пожалуйста. Очень модная тенденция в этом году. Животный принт. Тигр, да? А второе? К ней точно такой же лен, французский, только просто черный. Мне нравится себе обыграть. Давайте на манекен вообще накинем, чтобы мы вообще понимали, как это на фигуре. Жан и Доня увлеклись работой и забыли, что кроме них в команде еще кто-то есть. Рукав сделаем тоже из таких вот белых полосок, чтобы был. Глаз должен быть прямо на заднице. Тебе нравится, Рома? Ты же любишь женщин? Я не вижу просто такой. Я люблю женщин голых, слушай. Ну а что я правду говорю? Ну прежде чем они оказываются голыми, они же во что-то... То есть должен их как-то заметить? Я всегда ищу больше. Какие-то блуждания непонятные. Глюмбер, почему ты вообще ничего не говоришь? Нет. Я не вижу законченной картины, я не дизайнер. Никто этого не видит. Но если бы Жан и Тони немножко обратили бы вообще внимание, что кроме них вообще существуют в этом задании еще какие-то люди... Да мы слушаем, я тебя слушаю. Я полностью слышу тебя. А Тоня, а ты вообще в другом мире куда-то в космос вылетел? Давайте вам пальцы и потратим на эти полчаса сейчас. Короче, платье делай. Ребят, ну это не видишь. А-а-а, мы работаем с птицей и лободой. Ну и в общем-то всеобщая помощь закончилась командой на этом. В мастерской остались только Тоня и Жан. Вспомнят ли они пожелания команды? Или пошьют вещи по собственному усмотрению? Вот это все мы берем. Темно-серую, серую и желтую. Малочки, сейчас я буду ржать, если у них нет в достаточном количестве. Я, в принципе, доволен нашим выбором. Может получиться кашка. Когда-то еще надо будет подумать, но ткань действительно классная. Все света не будет носить. Ткани фурнитура для создания модных коллекций подобраны. Но на разработку моделей и пошив изделий у команд осталась лишь ночь. Утром Олег Вигерия и Таня Казак из команды «Огонек» отправились за готовой одеждой к дизайнеру. Всегда все в попыхах. Я надеюсь, он успел. Я тоже на это очень сильно надеюсь, потому что... На вашем всей коллекции у дизайнера была одна ночь. И успел ли он закончить работу, ребятам пока неизвестно. Что у нас с вещами? Что я вам могу сказать? А что, 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 что? Вы же принты наваяли. А, блин, а что? Сложные. Мы их только в 3 часа ночи доставили, поэтому пришлось шею вызывать. Мы все успели сделать. Как не все? Мы ночью привезли эти долбанные принты. На утро мы приходим туда, а там не готово. И, блин, что нам делать? Сколько вещей досталось дошить и что у нас есть? Чем мы можем отсюда уехать? У вас есть, в принципе, женские комплекты сделаны. А мужские комплекты недоработаны. Они доработаны в платье. А сколько вам нужно для этого всего времени? Ну, я думаю, часа нам хватит. Если в крайнем случае, я вам подвезу на локацию. Через сколько? У нас все начинается через 2 часа. И поэтому вы успеете за 2 часа дышить все то, что очень умеет. Будем стараться и подвезем вам тогда. А если что-то не получится, ну как будем стараться? Надо было дымать. Мы немного, мы растерялись, потому что надо это все продавать, а этого еще у нас на руках до конца всего нет. Хорошо, давайте тогда мы быстро заберем все, что у нас есть. Держите пакет, сложим. Тогда мы вас очень-очень ждем. Спасибо большое, мы побежали. Счастливо. Меня смущает себе стоимость этого всего и как это все купят. Меня смущает то, что мы опять не успеваем ничего. Тем временем команда Лабутим в офисе ждет Жанна, лидера этой недели. Демоверсия Лева Лещенко. С 83-го года не переодевался? Что вы хотите увидеть первым? Я хочу плащ безумный. Хочу плащ? Давайте с него и начнем. О, мне нравится. На Артура, я давай на Артура. О, на Артурчик. Вставай ты, манекен недоделанный. Ты унизу очень недоделанный. Ну ты демоверсия манекена. Серебряный вообще самый крутой получился. Он женский, да? Мы же хотели унисекс. Он унисексовый, да, такой. И решили сделать одно яркое пятно, пускай будет. Ой, класс. А черные вот такие. Можно я померю черные? Я рад, что в этом капюшоне похоже на монашку. Но он смотрит. Плащи, которые, слава богу, были сделаны по нашим задумкам. Они именно такие, как мы хотели. Платья получились вот такие. Класс. Смотрите, какой низ, типа фрачный. Мне нравится. Фиштейл. Рома, тебе не напоминает это японское аниме? Фиштейл. Мне нравится такое платье, я обходила в таком. Платье похоже на БДСМщик. Все это шипы, все это тренд года три назад было. Она, кстати, унисекс. Нет, это платье. Вернись с Марса и приди к нам людям. Тоня, платье не бывает унисекс. Платье носят только женщины. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства и загадочное отсутствие Полины с Бонапартом, Таня и Олег решают не откладывать презентацию коллекции. Надо хоть посмотреть на вещи. Да, надо сейчас присесть где-нибудь и разобраться. Да, Андрюша. Привет. Приходите сюда. Окей. Окей. И спрашивают у меня. Ну что, как там, как там, что происходит? Все с вещами хорошо, да? Классно пошито? Нет, блядь. Конечно же. Они делают все, не важно, хорошо это или плохо. А потом просто говорят, а что сделал ты? А меня бесит Полина Лагунова. Говоришь ей, нужно подъехать, выбрать ткань через час. Ребята, это так непрофессионально. Я буду через три часа. Ты-то приезжайте мне за час. Звоним, блядь. Приезжайте. Кто-то приехал? Нет. Просто не звонили. И как руководитель, он никого не поставил в известность, что делать. Не, ну она сказала, что она может приехать в три. Но зачем приезжать в три, если мы в три уже ушли из магазина? Ее летание. Вот курять. Бегает петушок с курочкой. Принт очень крутой. Мне очень нравится принт. Мне не очень нравится, как, правда, пошито, но ладно. Если бы было больше времени, то здесь был бы красивый цвет. Принт же никто не видел. Я заказывал это у фэшн-иллюстратора Дина Лини, которая сейчас очень популярна. И даже в Европе она делает для глянцевых очень многих изданий. Она тут страшная. У меня как бы страх. Она вообще, да. Ира, дай я посмотрю, пожалуйста. Ужаснейший принт. Но это очень странная позиция. Утвердили одно, принесли другое. Мы тебе не помогли, и ты в этом виноват. Волки вообще меняют отвратительные. Как можно сделать лободу цвета фиолетового, как будто бы ее, извини меня, убили? Это тот принт, который может давать заявку на маленькое произведение искусства. Я не собираюсь отчитываться перед вами, потому что я говорил, в какой стилистике я хочу делать принт. В стилистике коллажа. Вы говорили о лице, вы могли это сделать, правильно? Жан, просто реально, ну, ты понимаешь, что ей не понравится. Тебя бы напечатали вот такого цвета на футболке, чтобы в этом ходила вся страна. Я не знаю, как мы это все будем продавать, потому что я только что прошла по магазинам, и я увидела то, что треники очень крутые, вообще продаются просто по 200 гривен. Здесь абсолютно нет людей, и здесь все дешевле, чем у нас. Что ты сделал? Что Артур садит теперь в грузке? Ну, Артурчик, ну не грусти, извини, что... А что, Астония, в Луганск уедет? Такие люди, как ты, они просто не ценят, когда к ним относятся нормально, вот и все. Кажанг встречаться невозможно, абсолютно не слушают никого. Я считаю, что это неправильно, вести в командную работу только двоем, дуэтную. Я просто, да, мы справились вдвоем, и не нужна была ничья помощь. Не знаю, вы в курсе или нет, но мы сделали... Нет, мы не... Откуда вы в курсе? Я договорился, точнее, о стойке. Большой будет у нас... Скажи, а как мы должны знать про это? Откуда ты знаешь? Честно, я признаюсь, все ты сделал очень круто. Один огромный минус только в том, что ты вообще не хотел, чтобы мы работали командой. К сожалению, у меня не было времени всех обзванивать. Полина и Бонапарт из Огонька отсутствовали на этапе пошива одежды. Однако на презентацию коллекции все же пришли... Привет, ребята. Здравствуйте. Как ты? Давайте там. Давай. Не все совсем готово, но скоро будет. Вот этим я горжусь. Это женская майка, вот такая. Татьяна. Да, да. Она жуткая, отвратительная. Для детей какого-то школьного возраста. Она типа как топик, наверное, с моим плюс восьмым. Я бы никогда в жизни не одела такую тряпку. Просто даже полынула. Да нормально футболка. А можно низы посмотреть? Да, конечно. Там, кстати, на тебя размеры. Это заключение, что это XXXL. Женские шорты я тоже представила себе по-другому, то, что мы обсуждали. Но, извините... Но поскольку нельзя присутствовать все время рядом с человеком, который тебе что-то шьет, потому что он психует. Это женские шорты? Да, оно вышло вот так. Мы продаем платье за 500, мужской костюм за 600. За себестоимость, да? И женский костюм 550. Ну все, по ценам. Плащ 850. Какая плаща? Футболка. Плащ 150 дороже, не знаю. 150. Плаща по 600. Короче, вопрос в том, как это все очень быстро продать. Да, он ходит к людям в кафе, говорит, вот вы почему сидите, давайте мы сейчас покажем. Я уже вижу, как ты это делаешь. Здравствуйте. Окей, тогда давайте оденемся, сфотографируем, выставим это все в интернет и будем ждать каких-то результатов. Фонар, давай, снимай, что не вверх, потому что скипет. Дилетанты и дамы. Мое определение нашей команде, которая подготовила линию одежды до Светланы Лободы. Огоньки организовали торговую точку домашней коллекции от Светланы Лободы и проводят фотосессию для продажи в интернете. Отлично. Так, давайте теперь Полину ставим. Улыбнись сейчас, коммерческую фотку сделаем. Красиво. Да, она вообще красивая, красивая. Раз, два, три, ребят, давай, работаем. Молодцы, котик. Я отличный кадр. Отличный фиарф. Отлично. Ну что, тогда, ребята, давайте их выкладывать уже. Ну, пока. Да, очень круто. А команда Лобутим только собирается в торговом центре. Молодой человек, а можно вас? Мы тут торгуем просто одеждой. Есть большие размеры, кстати, ваши. Два икса. Эль есть, я так понимаю, как у вас, три икса. Вам нужны треники, потому что на вас не сходятся ваши штаны. Лобутим не теряет времени. Пока Ира, Жан и Тоня оформляют импровизированный бутик, Артур и Рома зазывают посетителей. Уникальное предложение только сегодня, только для вас приобрести вещи из новой коллекции популярной украинской певицы Светланы Лободы. Народу мало, поэтому надо привлекать всех, кого видим. Беги. Поехали конкурентом. Уважаемые посетители торгового центра, не покупаем вещи на этом лотке. Это конкуренты. Команде Огонек помогает Настя Востокова, телеведущая и подружка Олега Вигери. Их всего лишь пять единиц в одной модели. Расскажи. А это кто? Начальник? Или что? Негречи. Подойди. Я тебе предложила. Что ты его зверяешься? Подойди, расскажи. Такая странная, если честно. Какая-то неадекватная. Вот это наш новый футбол, который разработал сценарий дизайнер для Слава Лободы. А по стоимости? Ну вот 150 гривен. Мы можем с вами торговаться. К сожалению, нет. Нет. Вещем кокус. Не актуально. Это ваша прекрасная девушка? Да. Вы сберите вот этого молодого человека. У него бабла, нормально. Пойдемте купим вам плащ. Я сам еврей, не надо мне рассказывать о том, что сейчас подумаю. Только сегодня у нас единственный день. Так что приходите. Только сегодня, только сейчас. Чего вам не хватает? Может быть, плащика или футболочки? Или платье из французского льна. Не ваше? Ну, это же... Французский лен. А в Украине тоже лен был. Представляете? Бабули. Хотите футболку модную? Здрасте. Как ваши дела? Нормально. Купите руку. Слушай, круто сделано оно. Типа языки. Ни у кого таких больше не будет. Реально классно тебе. Сейчас я тебе как-то классно заверну. Пошли. Оп. Держи. Спасибо огромное. Все-все, хорошее. Ура! Первая покупка. Продавили еще раз. Видите, и купили что с моим принтом, который цикл? А продал кто? А кто ее привел? Почему никто не подходит? Почему никто не подходит? Может быть, детям пижама нужна? Может быть, мы неправильно сориентировали свое время? Может быть, мы неправильного человека послали это все делать? Вот капюшон-воротник, оно очень классно. Смотрите, посмотрите на манекене. Принты очень качественные, это не одна стирка. И женский комплект, маечка и шортики. Спасибо. Теперь еще 10 таких, и у нас будет покупка. Купите футболку с изображением Светланы Лободы. Не уходите, подождите, я вас сейчас все равно догоню. Вы не хотите, может быть, футболку от Лободы купить? С кем ты говоришь, Тоня? У Светланы Лободы была коллекция, там были все майки, у которых ей хорошо. Думаешь, на ней будет плохо это? Я думала, что ей... Да, у нее грудь. А карманы? А карманы есть, конечно, в боковом шве. Конечно, сделаем скидку. Нежелательно приобрести футболочку от Светланы Лободы. Подходите к стенду. Боже мой, такой пупчик вообще. Покупай у нас футболку. Дима, что нет концертов, нету денег? Не, ну круто. Вам нужна футболка? Тоня, ты просто жесть. Мужчина, вы не хотите купить футболку? Подождите. Купите платье. Второй команды. Есть лейблы интересные, в виде губ, которые они клеят даже себе. У них есть слово цензура, но Олегу неинтересно. Пожалуйста, вам наклейте. Да, у нас. Отлично, давайте их клеим. Мы сейчас не можем ничего сделать, потому что тебе нужно дать задание. Так, блин, ты делаешь это там, ты не знаю, кто делаешь это. Какие задания? Ребята, бегайте продавайте. Какое задание? Это не вариант. А что, вариант сидеть на лавке? Что, это вариант? Классно. Послушай, надо говорить. Ты делаешь вот это, вот это и вот это. Ты продаешь, ты продаешь, ты продаешь, и ты продаешь. Как умеете? Не слушайте выпало человека, не портите наклейки. Послушайте. Это подарочные наклейки, правильно? Это Настя Востокова. Такие вот продавщицы, понимаете, вот с рынка. Они вот так ходят. Давайте купить. Я была руководителем. Я говорила, Таня, ты делаешь вот это. Андрей, ты делаешь вот это. Олег, ты делаешь вот это. Где я была все это время? Все равно умрешь, что у тебя координатор не звонила. Что это за бред? Удачи. Пока. Можешь с нам не возвращаться. Спасибо за помощь. Закрой рот. Я сам решаю, когда мне закрывать рот. Спасибо, Полин. У тебя мозгов не хватает на большее, кроме единой. Я надеюсь, что ты со своими мозгами все продашь. Спасибо, Полин. Спасибо за помощь команде. Пока-пока. Я так рад. Наконец-то это случилось, что Полина ушла из нашей команды. Я надеюсь, что на этом конкурсе она вылетит на х**. Если вы решили обольстить сегодня кого-то, то вы одеваете тласть, а внизу ничего. А чей, ты будешь? Конечно. Упакуйтесь. Вот эта штука однозначно. Очень удобная, комфортная. Спасибо большое. Все круто. Платье, жене. Платье. Я хотела ее предложить. Она готовить умеет. Купите ей платье, она будет вашей женой. После работы я... Нет, это может сказать. Так а женское на самом деле? Я бы такое тоже. Можно? Зеркала у вас тоже нет. Есть. Вот зеркало. Вы понимаете, что когда у меня будут спрашивать идею, я скажу, это вот сколько. Мало того, что вы можете еще сказать, смотрите меня на канале ТЭП. Я и эта брендовая женщина. Я вам могу даже оставить номер телефона и гарантировать, что... Так, номер телефона тут мужчина. Женщина вот этой в течение 200 лет, она вам дает гарантию, что в таких футболках будет только 5 человек в мире. Так, я вас поздравляю. Первая продажа? Да. Огромное спасибо. Да, приходите к нам. Спасибо большое. Это коллекция Светланы Лободынова. Комплект 550 гривен женский. Да. Лобутим уже продали половину коллекции, а у Огонька всего лишь одна покупка. Клиенты не готовы платить 550 гривен за комплект одежды для дома. Давайте, наверное, как-то снижать цены, потому что иначе у нас ничего не получится. Все, ничего не купят. И сейчас возвращается девочка, которая купила футболки, и такая, что? Да, забыли, что это было до стеснется. По 150 плюс Настя Востокова. Вас еще нет нашей майки? Да, мы везде. Семь дней. Ребята, мы исчезем, как только вы у нас что-то купите. Любимой барышне майку? Мне? Жлоб, что ли? Знаете, директора должны организовывать людей, которые им это все продают, а не сами их ходить и парить. Ты хочешь сказать, что это мой прокол? Ха-ха-ха. Поскольку мы в одной команде, я думаю, что это общий прохер. Коллекция, ну, ребят, Лободы, да. Ничего себе. Боже, как вам идет девушка. Девушка. Светлана Лобода со своими помощниками Нателлой и Михаилом решили проверить, какие вещи продаются от имени артистки. К приходу Лободы в команду «Огонек» вернулась Полина. Друга. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Продано все почти, но там немножко осталось, совсем чуть-чуть. Крадо для вас. Вот женский вариант в цвете. Вот, есть еще. Самая интересная деталь нашего гардероба – это вот это вот платье. Кстати, это платье, которое нравится абсолютно всем. То есть его можно носить просто как такой воротник достаточно объемный, либо же как капюшон. И сзади вот чуть-чуть длиннее, чем спереди. Смотрите, вы же знаете, что платье должно быть карманы, да? Конечно, это же домашнее платье, конечно, да. Четвертый участник вашего коллектива – это Полина. Я хочу понять, почему она не принимает участие. Давайте пригласим. Отвратительная коллекция, отвратительная презентация, отвратительная продажа. Я вообще, честно говоря, Светлана, считаю, что это не ваш уровень. Светлана никогда в жизни не позволит людям вести себя вот подобным образом, как эта девушка, как на базаре. Я считаю, что Светлана тот человек, который будет самостоятельно выбирать продавцов, которые будут презентовать ее одежду. Я в этом уверена. Еще этого я не выбирала, конечно, но Полина против всех, как всегда. Я поняла против всех Полины. Мы продали 7 единиц, плюс у нас есть еще 3 просьбы из вашего фан-клуба. Они хотят заказать. Такая футболка тоже надо. Нет, но я такую куплю. Вот сколько она стоит денег? 150. 150. А она платит 150 долларов. Секунду, секунду. Отлично, спасибо. А сдача, может быть, и дальше? Это ЧВР. А можете тебе варить? Это дедушка. Замечательно. Вип-уровня, поэтому максимум внимания. Хотела с вами приятно работать. Хорошо. Всем спасибо. Следуем за мной далее. Удачи. Спасибо. Теперь время команды Лаву Тим удивлять Лободу и ее помощников. Здравствуйте. У нас есть программка, с которой вы можете ознакомиться с философией бренда. И пресс-курант. Давай я ознакомлюсь. Ребята будут трендить, и я его ознакомлю вас. Наш бренд называется Сенсор Бай Лобода. На нашем уголке вещи представлены как на вешалках, так и на манекенах, так и на живой модели. Очень любезная и улыбчивая модель. Улыбчивая модель. Это я? Да. Да, это круто. Ничего себе. Да, это вы. Мы решили ударить на сделать архаичный мифологический образ Светланы. Класс, мне нравится. Это плащ от Светланы Лободы. Так. Если вдруг у тебя разболелась голова, купи себе плащ Сенсор Бай Лобода. Хорошая ткань. Интересная. Это вообще на Литковскую похоже. Нет. Это стопроцентная Лобода. Молодцы. Мы можем отстегивать в зависимости от настроения разные детали, отворачивать углы. Классно, классно. Одевать капюшон. Где нарыли дизайнера? Оно быстро рассказывает. Сами все сделали? И последнее платье. С принтом сбоку, так и просто черный вариант, который вы можете посмотреть на манекене. Могу купить вам вот эту футболку, а эту куплю себе. Это маленькая очень. Я хочу себе. А есть средний размер? Раскупили. Все раскупили? Все раскупили. Так что это будет как раз? Мы можем подкатить им рукава. Хорошо. Сколько денег? Мы продавали по 150 гривен. Значит, мы покупаем три футболки за 400 гривен. Сейчас вы нам делаете скид. А я хочу померить плащ. Вы это можете померить мне? Конечно. Нателла, купи мне плащ. Сделай подарок мне на день рождения. Ты мне плащ. Подарок на день рождения тебе уже куплю, поэтому ты не получишь. Давайте на Новый год тогда. Прямо на три дня рождения вперед. Понимаешь? Сколько денег? Только от того будет зависеть, покупаем мы этот плащ или нет. Итого? 800. Блин, ну конечно, вы цены не пьете. Ну давайте 750. И Миша подкинет 50. Да, и подвезу вас домой. 100 гривен сдача, 700 гривен. Ну спасибо. Красиво. Ну хорошо, тогда мы пошли по ужинам пока. Вы собирайте монатки и скоро увидимся. Светлана Лобода покидает торговый центр с обновками. Но только в зале увольнений команды услышат окончательный вердикт. Какая команда была сильнее и кто сегодня покинет шоу? Прежде чем я называю команду победителей сегодня, я бы хотела задать вам вопрос. И как вам самим показалось, чья коллекция более интересна? Артур. Мы сделали вот не ширпотреб, не в плохом понимании этого слова. Мы переубеждали покупателей, что они покупают уникальные вещи, эксклюзивные, ручного пошива. Жанна, а что ты думаешь по поводу конкурентов? Как они сегодня отработали? Рынок наш и так засорен подобного вида одежды, что очередной какой-то комплект, выпущенный, тем более под маркой Светы Лободы, он останется просто незамеченным. Ну, я могу парировать Жанну. Для того, чтобы не прогадать, для того, чтобы не намудрить, решили сделать просто, но так, чтобы это было качественно, чтобы в этом хотелось ходить, чтобы в этом было приятно ходить. И я считаю, что мы абсолютно справились с поставленной нами же самими задачей. Полина категорически не согласна ни с чем. Я бы хотела видеть эту коллекцию более элегантной, женственной. Ну и, конечно, презентация была вообще никудышная. Базар-вокзал. Любимой барышней Майку. Шок, что ли? Вот такие вот продавщицы, понимаете, вот с рынка. Они вот так хуйбэ-бэ, блядь, блядь. Э-э-э, где я была все это время? Масс-маркет требует такого подхода. Вы знаете, Светлана не масс-маркет. Покажи, что это есть. Я предложила, так как у нас люди занимались пижамами, я сделала свой вариант, который могла бы предложить Светлана. Это блуза и высокие со стрелкой мужского кроя брюки. Леди Гага, с плечами Леди Гаги. Это очень короткое платье, оно абсолютно закрытое, плотное по фигуре и немножко с выступающими плечами. Я, честно, тоже люблю странное и вычурное, но надо быть реалистом. В данном моменте то, что мы могли, не будучи дизайнерами и фанатами Леди Гаги, сделать, мы постарались сделать. Я при всем при этом рыпалась, звонила, писала и предлагала. Я не согласен с Полиной, что она принимала такое участие грандиозное. Ох ты боже, давай я тебе переписочку покажу сладенькие. Звонки, смс, Вконтакте, картинки я тебе высылала, описание. Ты мне высылал, принт говорил, вот принт, я говорю, а добавьте к пиле, вот это, вот это, вот это, вот это. Как мы с тобой переписываемся? Что ты мне сейчас рассказываешь, милый ты мой бородатый усач? Таня, ты вообще заткнись, ты в шорт, бесточный. Я очень рад, что Полина не принимала участие, потому что это было похоже все-таки на бурю в стакане. Я говорю, Олег, давай, звони, пиши, я звонила, я писала. Полина, приезжай, через час покупаем ткань. Ох, неправда, мне не предупредили. Я тебе написала, позвонила за час. Подожди, я говорю Таня, я говорю Таня, я говорю Таня, за час такие дела не делаются, потому что ехать... Мне звонит Аркадий, я через 10 минут звоню тебе. А значит, надо было сказать Аркадию, вы что, обалдели через час, чтобы я со одного конца? А почему я могу приехать? Ну, значит, ты ближе живешь. Прошлое задание профукали, вот это тоже. Я говорю, сделайте те вещи, которые оденут с Филаном. Светлана наденет эту хрень-то. Да на картошку копать никогда не оденет, вот здесь шорты, понимаешь? Объясните, в чем причина вашего конфликта постоянно? В том, что Татьяна очень дружила с Вигерией. Сначала дружила с Жаном, потом в них не вышла, она дружит с Вигерией. Там непонятно, что происходит. У них начинаются вот такие терки. Я не работаю с дилетантами и идиотами. Вот это вот двоя... Почему ты говорила с Ромой? Я могу с Ирой работать, могу с Артуром. С кем ты можешь, по-секунду, скажи? С Ромой, с Артуром и с Ирой. Это люди, с которыми... Это самая сильная команда. Я готова с этими людьми работать. Мы никогда не будем ругаться. Вообще никогда. Ты хочешь перейти в другую команду? Я бы, честно говоря, очень хотела. Может быть, проблема в Полине все-таки, а не во всех окружающих. Мне вот, например, интересное мнение Ромы, потому что Рома мне звонил. Ну вот у ребят есть огромный плюс. Мне 30 гривен затрачивают на вещи, зарабатываю на ней 500% прибыли. Мы не можем себе позволить. Вот, вот это вот то, что я хотел спросить, ребята. Производство вашего плащика сколько стоит? 500-500 гривен. Сколько вы продаете? 800. Что, это бизнес? Это не бизнес. Ну а что это? Это просто надо... Выпендрешь. Михаил, плащ, если пустить на поточное производство, да, сделать тысячу его... Да его себестоимость будет 200-700 гривен. А теперь самое главное, что я хотел сказать. Мне очень понравился плащ, мне не понравился футболочек, платье, да. Но вот та презентация, это ужасно. Это невозможно было смотреть. То, как выглядел Артур, это было, конечно, здорово. Вы решили удивить кого? Съемочную группу и Свету. Но точно не покупатели. Практика живой модели – это проевропейская абсолютно нормальная тенденция. Витринисты, живые манекены, они, когда заводят коллекции, живые модели, они стоят в витринах и рекламируют одежду. Тем более, все были рады, я молчал, у меня была бирка во рту. Я не считаю, что презентация была чудовищной, ребят. Я, по крайней мере, остановилась бы и посмотрела, что это за диковинные парниша с этой лампой, и что же эти ребята все-таки продают. И если бы им удалось впоследствии показать мне этот плащ, возможно, я бы его там для кого-нибудь и приобрела. Лично мне понравилась команда Лабутима, мне понравилась концепция, мне понравилась плащ, именно поэтому я в нем ушла. Платье-рубашка. Оно могло бы меня, в принципе, удивить и быть интересным, если бы это был другой цвет. Мне не понравились эти детали. Это уже было где-то. Так, футболка, да? Яркий принт, хороший крой. Мне даже понравилось там изображение моё, то, как вы это всё внедрили. Классическая сувенирная вещь. То, что, в принципе, продаётся на любом концерте Гаги, Мадонны. Что касается вас, изначально, когда я посмотрела на вещи, я поняла, что вы чётко понимаете задачу, вы понимаете, куда мы целимся. Футболки, шорты, штаны, то, что, в принципе, пользуется всегда максимальным спросом. Но перед тем, как сюда прийти, я попросила эти вещи померить. Я померила гримерки. Ни одна вещь на меня носила. Несмотря на то, что 99% времени я провожу приблизительно в той одежде, которую вы сегодня продавали, я бы её себе не купила. Потому что, потому что, когда я покупаю спортивную одежду, я хочу, чтобы она была скроена таким образом, чтобы она всё равно подчёркивала мою фигуру. Ладно, подводим итоги. Команда Лабутим, вы сегодня побеждаете. Я вас поздравляю. Команда Огонёк сегодня остается с нами. Сегодня один из вас покидает нас. На всегда. Лабутим, до свидания, спасибо. Спасибо вам большое. Я предлагаю поднять воображаемые стаканы с банановым молоком. За нашу победу, ура! Давайте, победа! Так как мы сегодня ушли в убыток, мы возместили весь убыток из этого команда. А у меня 18-летний чьи вас не сорвал? Мне показалось, что в этот раз как-то впервые в Удуаре команда какая-то проявила себя как команда. Мы как-то очень слаженно смотрели. Мне кажется, мы просто устали после съёмок клипа очень сильно во всех этих тёжках. Мне реально вообще очень стыдно за то, что даже из меня какой-то демон слава вышел. Я отшипал тебя. Вот на съёмок клипа... Яйцом оттал, катал. Я просто попросил у съёмочной группы фотографию, пришёл, катал. Друзья, у меня к вам вопрос. Среди тех людей, которые сидят здесь сегодня, на этом диване, есть ли люди, которые не хотят больше оставаться в проекте? Полин. Я сумасшедший перфекционист, который хочет работать. И работать профессионально, и в этом учиться. То шоу, которое создают ребята, это, пожалуй, не для меня. Да, учиться у кретинов нечему. Полин, а тебе не кажется, что о людях не говорят так? Ну, это не совсем корректно. Приходит такой момент порой, когда просто нужно, ну, колоть так же больно, чтобы больше люди не открывали рот. И своих, чтобы чужие боялись. Что-то вроде этого. Тань, ну, я в курсе, что ты обо мне говоришь, и Олега в том числе. Когда я ухожу, ребята сзади как макаки прыгают, и что-то мне там показывают, и тыкают за спиной. Я буду отвечать грубо таким людям. Но здесь нет конструктива, в том, чем ты говоришь. Если ситуация складывается как-то не так, как мне нравится, все равно борюсь и пытаюсь сделать как можно лучше в данный момент. А вот если я что-то делаю, у меня это выходит всегда, Андрей. Значит, я буду выбегать, помогать и говорить. А я не буду этим заниматься. Я не буду пожариться. Потому что я не буду браться за работу, которая заведомо прогорела. Полина, вот все, что вы сейчас говорите, в принципе, имело бы, например, для меня личное значение, если бы я не увидела ваши рисунки, на которых я не увидела ничего нового. Прежде чем кого-то обвинять в кретинизме, нужно понимать, в чем, собственно, заключается причина. Вы не перечисляли ни одной профессиональной причины. Я из задания в задания перечисляю эти причины. Зато я выполняю задания всегда отлично. Мне дают задания, я выполняю. Какие задания? Что ты выполняешь? Потому что мне надо было дать задание. Я говорила всегда. И говорила тебе, послушай. Я даже хочу это слушать, Полин, ты из задания ничего не делаешь. Ты просто болтаешь на что-то. Подожди, человек сделал в прошлый раз интересную работу. Единственное, ей повезло. Полина, вы понимаете, что с подобным отношением к людям вообще... Можете себе представить, вас отправят на переговоры на какой-то канал, где, возможно, будут выяснить по вашему мнению дебилы. Я всегда со всеми договариваюсь. Всегда. Я не вижу, что вы договорились. Потому что они для меня не авторитеты. Подождите, очень много людей, сидящих на канале, тоже не являются авторитетами. Или на радио, или на каналах. А это будет моя работа уже. Ты плюс ко всему еще очень хамовито себя ведешь. Ты постоянно вызываешь какое-то... Ну, у меня недоумение. Вот я немножко... Я так, знаешь, я смотрю на тебя, и думаю, вот если бы я действительно с таким человеком работала, мне интересно, как бы ты разговаривала со мной. С твоим балетом. Ну, с моим режиссером. Да, Дмитрий, у меня в подчинении. Ну, извините, я дебилом. И ты его назовешь дебилом при всех. Тебя начнут бояться балет. Пожалуйста, делайте выводы, какие хотите, правда. Так зачем же вы пришли в этот проект? Потому что я ничего не делаю. Полина, вы очень дороги, нам уже. Вы не понимаете? Я ничего не делаю, понимаете? Они вот с вот этими людьми. Ну, я вам могу сказать, что мне очень жаль Светлану, если у нее будет такой директор, честно. А я хочу сделать иначе. Я хочу дать Полине шанс. Я хочу отправить Полину в другую команду. По ребятам, по вам. Мне кажется, что у Тани есть часто неплохие, реально неплохие идеи. Я не понимаю, почему они не реализовываются так, как мне бы этого хотелось. Бонапарт, по тебе я вообще ничего не понимаю. То есть я не понимаю, что ты за человек. Для меня ты человек, который соглашается со всем, везде и всегда. Я решил, что я буду выкладывать все свои идеи, и уже будет эта должность капитана принять идею и не принять. Я изначально называла вас Бонапартом, потому что что-то напоминало мне отдаленно этого человека. Но я вам скажу честно, я немного разочарована, потому что не вижу ни вашего влияния, которое вы оказываете на команду, ни какой-то самореализации. Очень грустно это слышать. Я вас уверяю, что я так ситуацию не ощущаю абсолютно. Мне кажется, выгонят Тоню. А, ну с нами. Мне кажется, выгонят Блюнберга. Тебе это кажется. Ах, парни, остался там Вигерия. Его могут вызвать, что у руководителя как бы просрало задание, потому что он проиграл. А Бондар-то потому что ему все, что не стесняешь, ему все нравится. Какашку на голову нацепишь. Ой, ну такое, да, ну, конечно, нельзя быть. Но мне уже нравится. Я лично, кажется, почему у него поддержка. Он, да, вот потому что в той команде он не может вообще сериализовать. Блигерия, ты остаешься. Таня, ты в нашем проекте. Бонапарт сегодня покидает наш проект. Прости. До свидания. Дурацкое решение выгнать Андрея, потому что оно ничем не обоснованное. Решение Светланы абсолютно справедливое. Это, блядь, ни хуй не честно. Остаются люди, которые пи***ят и ничего не делают, которых зовут Полина. Я думаю, если вы это смотрите, то вы это сами понимаете. Пойдем домой, отсыпаться, завтра ждет новое задание. Спасибо за победу. Что будет завтра? Не знаю. Я знаю. Друнбер знает все. Ровно через неделю в программе «Алло, директор». Прости. Прости. Прости.